А в Нижней Палате Парламента проведена встреча с послами нашей страны в зарубежных государствах. В ходе диалога обращено внимание на возможности и потенциал парламентской дипломатии в активизации связей на международной арене по целому спектру направлений. Надя Рызакирова раскроет тему. Новые задачи на перспективу были поставлены в области реализации внешней политики на 2021 год. В частности, усовершенствуют ее концепцию с учетом проводимого открытого, прагматичного и конструктивного диалога, в котором будут очерчены и долгосрочные стратегические цели. Об этом говорилось в послании главы государства, парламенту и народу Узбекистана. На встрече в Законодательной Палате, дискутируя на тему, депутаты подчеркнули, что важнейший аспект укрепления многовековой дружбы, отношений добрососедства, эффективного сотрудничества и взаимного доверия с государствами Центральной Азии, а также расширение многопланового взаимодействия с основными партнерами страны. Россия, Китай, США, страны ЕС, Южная Корея, Япония и другие. В этой связи в деятельность послов за рубежом внедрена более эффективная система работы, в центре которой торгово-экономическое сотрудничество, привлечение иностранных инвестиций, современных технологий и расширение экспорта и туристических связей. Согласно поручению главы государства, 38 глав дипломатических представительств Узбекистана за рубежом посещают регионы с целью ознакомления с потенциалом и возможностями изучения перспектив дальнейшего расширения международного взаимодействия. Значительно повысилась и эффективность работы Законодательной Палаты в международном направлении, расширилась география. В кратчайшие сроки налажены крепкие связи со многими авторитетными международными межпарламентскими организациями. Обновлено членство в Парламентской Ассамблее Межпарламентского Союза и в ОБСЕ. Вместе с тем, Узбекистан впервые стал членом Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Кроме того, совместным решением Кенгяши и Палат Оли Маджлиса в сентябре прошлого года утверждена концепция парламентской дипломатии, в которой определены стратегические цели и задачи, приоритетные направления, принципы и механизмы осуществления деятельности Оли Маджлиса в сфере международного сотрудничества. Расширяется создание соответствующих групп двустороннего межпарламентского взаимодействия. В момент их количество достигло 48. В рамках нынешней встречи отмечены и заслуги послов. Дипломаты поделились своей точкой зрения касательно использования возможностей и потенциала национального парламента в области развития дальнейшего партнерства с зарубежными государствами, укрепления контактов в законотворческой, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.